Вам нужно поставить самые лучшие патрубки интеркулеров, которые будут стоить всего 2,5, но они лучше в 10 раз. В общем, я устал. Я сам устал. Люди тоже устали. Каждый, наверное, меня, кто приобрел и поставил, поймет. Речь пойдет о патрубках интеркулера. Я даже не вникаю, что это за какая-то фирма, какая-то модная. Там их много. Они изготавливают патрубки интеркулеров, которые якобы такие синего, черного цвета, которые там супер мощные, супер вообще прям лучшие на свете. Сегодня я буду заниматься тем, что я все это выкину и поставлю так, как должно быть. И объясню вам, почему не стоит этого делать. Вот у нас Kia Sorento BL. Восьмой год. Все 4 патрубка стоят синих. Помимо того, что везде лупит масло, как бы никто бы не затягивал эти хомуты. Во-вторых, тот, кто их устанавливал, очень сильно измучился. То есть там целый день их ставил, потому что они не подходят, надо прорезать. Ну, это ужасно. Сейчас все масли здесь, там. И самое главное, первое было обращение, то, что идет свист. То есть дело в том, что патрубок правый у нас по уходу движения интеркулера, они сместились с среднеалюминиевой, уперли его в раму, перетерли, там появилась дырка. И когда отдаешь газу, между рамой и патрубком появляется свист от турбины. То есть машина с низов не тенет. И после того, как уже появляется подхват, с трубы выкидывает черный дым, то есть сажу. Я прям вообще очень-очень против того, что вот это все ставится, знаете, там что-то вы делаете, там кто-то эти сепараторы, маслоделители вы ставите. Тоже шла речь о том, чтобы этого не нужно делать. У вас проблема в другом. Если стало выкидывать масло, значит проблема с турбиной или с пламя-госящими шайбами. И также здесь с патрубками интеркулера. Но если у вас не держит патрубок, потому что может быть он уже стал жесткий, машине, машине и этой машине сейчас на данный момент уже 14 лет. Ну как же, эта резина стала жесткой, она не держит. Хомут этот стальной, который уже тоже его обжатие, то есть уже не держит. Простая проблема. У кого-то там не держит патрубок, слетает вот этот штатный, да, и все. Начинается, говорит, сейчас я поставлю, у меня все отлично. Да вполне возможно, что у вас просто забит клапан управления турбиной. Или неправильно работает турбина, то есть ее нужно отрегулировать, подрегулировать. Может быть клапан управления сломался вообще просто. То есть и начинается. И вот тоже один из клиентов, который поставил, я ему объяснил, что я здесь даже близко не буду подходить и ничего делать. То есть мне, говорю, наплевать на ваши патрубки. То есть тот алюминий патрубок, который перетернул, я наотрез отказался. Я говорю, менять я его не буду. То есть только тогда, когда будут штатные патрубки. И вот у нас, получается, приобрели вот такую штуку. Вот он алюминиевый, правый, средний. Он у нас вот так вот выглядит. Он уперся в раму и теперь здесь дырка. Сейчас мы будем вытаскивать. Патрубки все оригинальные. Это у нас верхний правый, нижний правый. То есть номерочки всем людям засними, чтобы люди видели. Так, это у нас, получается, сейчас мы сделаем вот так. Вот это будет два левых, то есть верхний, нижний. Это левый. Вот это правый, нижний. И вот от этого нету. Нету мешочка где-то, не знаю, короче. Нам надо будет снять защиту. Снять корпус воздушного фильтра. Для того, чтобы вытащить с правой патрубок в сборе. А на этой стороне нам надо будет в идеале снять аккумулятор. Так, все-таки здесь надо будет немножко воздухом продуть. Там все в песке, все в грязи. Потому что патрубки обратно будем вставлять. Все это будет сыпаться там. Просто если у вас установлены такие патрубки, и вы приехали на, не знаю, диагностику или что-то, и если будет оттуда пропускать или подсасывать воздух через эти патрубки, ко мне не обращайтесь с этой проблемой. Решайте ее сами. Потому что, ну, я говорю, мне надоело уже порядком. То есть, вроде бы все ясно, все понятно, что он. Но все равно люди, все равно. Так, туда же длинный. Там на патрубках, как на алюминиевом на среднем, так и на резиновых, везде есть готовые прорези. Поэтому собрать ее совсем не сложно. Сейчас, то есть, вам разберу, выкину, покажу. Что происходит, как это вообще, вот это вот, я не знаю, как назвать, как это работает на самом деле у людей. Ну, после уже сборку произведу. Нормально, штатно, то есть, как положено. Да, там, опять же, многие идут, узнают, что патрубок стоит там какие-то большие денег. Там один стоит 3 тысячи, второй 5 тысяч. Покупают комплект там, я не знаю, кстати, сколько этот комплект синего говна стоит. Вот, поэтому не буду говорить. О, вот, кстати, клиент подсказывает, он стоил 2 с половиной тысячи. Вот. А в итоге придется отдать гораздо больше. Так, вот еще корпус выдернули. То есть... Так, ну и вот, я не знаю, заглядывайте, вот видите, то есть турбина этот, вот он, хомут здесь, все, он уперся и дальше он не обжимается. Он даже шевелится, то есть дальше не обжимается. Он уперся и там внизу вот у него есть дырка. Все, везде, весь бок в масле. И с той стороны точно так же будем вытаскивать сейчас и показывать. Очень часто сталкиваюсь, что вот этот хомут, который якобы считается там лучшим в мире и прям самым мощным, вот этот вот, дело в том, что он не по размеру даже, я не знаю, по чему. То есть он вот сюда. И вот опять же, клиент уже подсказывал, он говорит, что люди где-то в сервисе устанавливали их, ну, очень долго. И я так понял, ни один человек даже это делал. Вот, и сейчас он, то есть уже даже готов на то, чтобы я взял нож и вырезал здесь все. Я говорю, ну, как бы не буду резать. Вырвать, конечно, вырву вот так. Все равно все буду выкидывать. Так, вот она у нас. Вот он даже, он уперся в гидроусилитель теперь. Вот тот следующий хомут. Я даже вытащил. Ладно, сейчас поднимем. Нет, хотя в ту сторону тоже разберем, чтобы нам сразу, так сказать, убить двух зайцев. Сейчас сниму там аккумулятор с той стороны. Здесь тоже верхний отсоединим и потом полезем уже вниз. Так как мы ставим более жесткие патрубки, то интеркулер более жестче стоит. На него идет вибрация. Вопрос тоже спрашивают, говорят, он лопается, надо поставить какой-то белорусский усиленный, мощный. Это не спасет вас, потому что надо поставить новые патрубки интеркулера, оригинальные, мягенькие, которые будут снижать вибрацию и снимать нагрузку. Вот я даже не знаю, как ее вытащить оттуда. Правда, придется, наверное, нож брать, резать. Я не знаю, что делать. Вот он настолько. А, во! О, какая красота! Ну, то есть, вот здесь надо было сделать прорези. Вот они. Их не сделали. И хомут, получается, обжимал, прям упирался в эту бабушечку на патрубке. Вот такая штука. Сейчас поднимем, отсоединим их снизу и выдергивать будем наверх. Потом соберем их в сборе и обратно точно так же. В магазин мы приходим. Колбаса, допустим, там за 1000 рублей. Мы пробуем, ну, такая колбаса. А берем за две, то есть, ну, хорошие берем. Ну, хорошие, то есть, да. А здесь, допустим, человек пошел, узнал, допустим, комплект патрубков интеркулера стоит там 15 тысяч. Он такой, о, дорого. И начинает искать и выскакивает реклама. Вам нужно поставить самые лучшие патрубки интеркулеров, которые будут стоить всего 2,5, но они лучше в 10 раз. Как вы думаете, где у людей здравый смысл? Если бы они это реально были бы идеально, они бы подходили. То есть, они бы сделаны настолько похабно, то есть, все это просто гадко сделано, все эти хомуты. Ничего толком не встает, не подходит, и потом появляются проблемы. И если его довести до ума, правильно, грамотно, да, я согласен, что если все это грамотно довести до ума, то это будет, может быть, и лучше работы. Ну, тогда он должен стоить столько жить или дороже? Ну, это же лучше, правильно? А за лучшее, то есть, люди старались, они взяли более качественные материалы, на изготовление ушло больше времени. И это должно стоить дороже. А вот здесь тоже, вот у нас, здесь тоже какой-то мощный, усиленный, вот он, интеркулер стоит. Гроза всех. А что, вентилятор? Какой-то развалился здесь. Короче, вот здесь, смотрите, он переваренный, сваренный через 10 колен. Надеюсь, сварочного шва там не будет. Вот здесь он тоже снизу все пропускает. Хомут видно, что до конца затянут. Мало того, что он настолько еще не подходит, сделали большую проставку, что датчик буста упирается в подрамник. Ну, не сильно, не критично, но упирается. А на этой стороне тоже вполне возможно, что интеркулер, то есть, сделан длиннее. И вот даже те ребята, которые делали притягивание, они притянули так, что болт уперся в подрамник, ой, стабилизатор. Вот он даже стучит. Да, он даже стучать должен. Ну-ка. Вот он стучит. Выкидываем все молча отсюда. Все вот это, не знаю, там, интеркулер белорусский, патрубки, нижневартовские, я не знаю, что это. Вот это, ну, это же ясно, что это развод. За эти деньги просто разводят вас. Получается, я туда залез, то есть, в течение года выкидывала там масляный налет, то есть, там живого места нет. Там все забросало. Клиент хочет, чтобы там, он говорит, у меня раньше все было чисто, сухо, все отлично. Вот. И он хочет, чтобы было как раньше, но... О, вот она. Вот такая. Ужасная, нехорошая вещь. Не спасают эти супер-хомуты. Патрубок этот я помою, потому что для установки новых патрубков он должен быть идеально сухой. Никакой смазки использовать нельзя. То есть, если мы что-то используем, то все. Резина потом станет мягкой. И скоро времени все повторится заново. Вот это, конечно, будет посложнее. Он даже штатный, то есть, более тонкий, там, хомуты. Он заходит даже не совсем хорошо. А тут, я вообще не знаю, как он все вылезет от этого. Потому что... Он упорся в гидроусилитель. Нет, вроде пошел. Вот он, здрасте. Вот такая штука. И вот. Вот она дырка, которая перетерла обраму. Вот эти прорези, которые у нас наносятся сюда, они фиксируются. Во-первых, то есть, это удобно устанавливать. Каждый патрубок мы точно сдаем метки. Во-вторых, они не дают выкручиваться, патрубка. Ну, хотя вот на Гранд Стараксе правый патрубок все равно выкручивается. Его регулярно приходится там снимать и делать. Ну, вот и все. В принципе, вот сейчас все вытащили. Все. Тут патрубок помоем. Везде, где одеваются у нас патрубки, то есть, на интеркулер протрем тряпочкой, чтобы было сухо. То есть, никакой литола, масла, ВД-шки, ничего подобного. Соберем, поставим и все. Поэтому решать вам, что вы хотите. Один-дин раз дорого, один раз и надолго. Или вот как-то вот так. Ну, все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok